В Карелии выбирают уполномоченного по правам ребенка. На должность претендуют шесть кандидатов. Вместо тихого двора оживленная трасса. Горожане жалуются на вереницы машин и огромные лужи. Престижная премия за документальный фильм. Светлана Пушкина вернулась с наградой конкурса «Кунаки». Это новости на телеканале НЕКОПЛЮС. В студии Марина Кабатек. Здравствуйте. В Карелии выбирают уполномоченного по правам ребенка. Сегодня на встрече с общественностью кандидаты рассказывали о себе и о том, какие задачи, по их мнению, должен решать детский омбудсмен. Срок нынешнего уполномоченного Марины Зверевой подходит к концу. Кандидатуру нового после обсуждения с общественниками предложит глава Карелии. Общественники предложили шесть кандидатур. По закону каждый из них должен быть не моложе 35 лет, иметь высшее образование, опыт защиты прав и законных интересов ребенка. Слово кандидатам предоставляли по алфавитному списку. Правда, было их пятеро. Депутата Карельского парламента Андрея Рогалевича на встрече не было. Итак, Сергей Воронцов, юрист, генеральный директор автономной некоммерческой организации по оказанию юридических услуг «Презумпция». Я, конечно, недостаточно известен по сравнению с другими, но в то же время я считаю, что эта должность очень важная для республик Карелия. Она важная для всего подрастающего поколения. Из некоммерческих организаций, с которыми сотрудничает, смог назвать только благотворительный фонд Сергея Пирожникова. А главным для ребенка считает семью. Пообещал в должности омбудсмена в первую очередь защищать право каждого ребенка воспитываться в семье. Геннадий Сараев – руководитель регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия». Послужной список «Богатый». Трудился и в психиатрической больнице, и в Министерстве внутренних дел. С 2000 года работает с молодежью. Является членом правления Карельского фонда развития образования. Считает, что уполномоченный, по сути, инспектор. И одно из направлений деятельности – инспекция детских учреждений. Крайне важное, на мой взгляд, направление – это направление представительское. Представление интересов детей в коллегиях, комиссиях, в наследованиях ЗАГС, в собрании. Татьяна Сеппинин – заместитель главы администрации Пряжинского района по социальным вопросам. Уже 16 лет работает в органах местного самоуправления. Узнала о том, что выдвигают кандидатом на должность омбудсмена совсем недавно. Считает, что должность недолговечна. Необходимость в уполномоченном по правам ребенка возникла из-за того, что наши законы рассогласованы. Считает, уполномоченные – это своего рода голос ребенка. Деятельность уполномоченного по правам ребенка, я думаю, должна быть сосредоточена в первую очередь на создании особой гуманитарной среды у нас в регионе. Чтобы в каждом поселении, в каждой маленькой деревне или в крупном городе все-таки была такая среда, которая не допускает нарушения прав ребенка. Когда каждый взрослый чувствует себя защитником не потому, что ему на это указали, а потому, что это должно быть естественным. Еще один юрист Евгений Сильченко имеет двухлетний опыт практической работы на государственной службе по защите прав несовершеннолетних. Сейчас работает судьей. Безусловно, уполномоченный по правам ребенка прежде всего должен заниматься вопросами всех детей, независимо от пола, состояния здоровья, образования, религии и так далее. И последний кандидат – Оксана Старшова, бывший директор Дворца творчества детей и юношества. В октябре этого года городские власти расторгли с ней контракт, назначив на должность директора Дворца Светлану Чечель. До работы во Дворце 17 лет трудилась в школе. Что касается степени ответственности, прекрасно сознаю колоссальную степень ответственности, которую должен нести человек, занимающий эту должность. Но люди, знающие меня, не знаю, сильная или слабая, это моя сторона, я никогда не относилась к работе как к работе. Понимаю, что работать на влагу детей, неважно, в Петрозаводске, Медвежегорске или Кондобоге они проживают, это, в общем-то, на сегодняшний день защищать их интересы в масштабах республики. Это делать все от тебя зависящее и даже больше. Сегодня с кандидатами на должность детского уполномоченного встретился и глава Карелии. После встречи с общественниками Александр Худилайнин предложит одного из кандидатов, за или против которого должны будут проголосовать депутаты карельского парламента. Любопытно, но сегодня нам так и не удалось выяснить, за деньги или на общественных началах будет трудиться уполномоченный по правам ребенка. По нашим данным, зарплата нынешнего омбудсмена 80 тысяч рублей в месяц. Подтвердить или опровергнуть эту информацию в службе уполномоченного и в Министерстве образования нам отказались. Парламентарии приступили к изучению проекта бюджета на 2015 год. На так называемом нулевом ознакомительном чтении исполняющий обязанности министра финансов Алексей Максимов озвучил основные параметры документа и ответил на вопросы депутатов. Здесь я вижу какие-то радужные цифры, даже слегка непонятные цифры. Мне интересно, мы будем правду говорить или сначала нарисуем цифры, а потом через полгода будем их менять. Обсуждение было похоже на урок математики. Депутатам пришлось разбираться и уточнять цифры. Отдельные статьи бюджета вызвали много вопросов. Алексей Максимов в качестве учителя разъяснял, как правильно читать бюджет. Я вот хотел обратить внимание на охрану окружающей среды, 20 миллионов. Мне кажется, ничтожно маленькая сумма. И самое главное, очистные сооружения, о которых мы уже говорим не один год, пора уже начинать их строить. Очистные сооружения, весь капстрой, все расходы на подготовку проекта на смертные документации в сумме 20 миллионов, которые вы озвучили, не сидят. Это адресная инвестиционная программа, это отдельные направления расходов. Напомним, общий объем доходов в 2015 году составит почти 26 миллиардов, расходов 29, в дефиците 3 миллиарда рублей. Первое чтение бюджета запланировано на 20 ноября. У депутатов еще есть время, чтобы разобраться в цифрах. Государственную программу софинансирования пенсии, которая завершилась в конце прошлого года, продлили еще на два месяца. При этом пенсионеры уже не смогут принять в ней участие. Об этом сообщили в Карельском отделении Пенсионного фонда России. Действие программы софинансирования завершилось в конце 2013 года. Однако россиянам дали еще пару месяцев, чтобы подумать и все-таки получить государственную поддержку. Для этого надо было всего лишь написать заявление и положить на счет первый ежегодный взнос от 2 до 12 тысяч рублей. В итоге государство обещало удвоить накопление. Для сведения могу сказать, что в Республике Карелия участниками этой программы были более 38 тысяч наших жителей. И вот только в последнее время более 200 миллионов рублей граждане Республики Карелия заплатили своих собственных средств для участия в этой программе. По новым правилам первый взнос необходимо сделать до конца января будущего года. Если не успели, о программе можно забыть. Кроме того, изменились и сроки единовременных выплат. Раньше за ними можно было обращаться ежегодно. Теперь только раз в пять лет. В софинансировании не могут принимать участие судьи в отставке и пенсионеры. На улице Древлянка горожане прыгают через лужи, на Парфеново бегают от автомобилей, а на бульваре интернационалистов уже скоро будут качать железо. Петрозаводск, спортивный. В нашей рубрике «Дежурный по городу». Жители дома номер 11 по улице Древлянка уже полгода борются с огромной лужей рядом со своим подъездом. Но победить никак не могут, потому что у лужи есть два замечательных союзника. Во-первых, управляющая компания «Триал», которая обслуживает этот дом. А во-вторых, администрация города, чиновники которой упорно игнорируют жалобы жильцов. Ну, эта лужа появляется систематически после ливневых дождей, или вот сейчас состояние снега было, и постоянно, и невозможно ходить. Сейчас немножко еще вроде как отошла вода, а тут вообще выходили, не знаю, вот через эти кусты надо было проходить. По словам жильцов дома, все дело в неисправной ливневой канализации. Однако управляющая компания и мэрия до сих пор не могут решить, кому же из них эта ливневка принадлежит. А теперь хорошая городская новость. В Петрозаводске появится еще один спортивный комплекс с уличными тренажерами. К концу ноября их обещают установить рядом с торговым центром на бульваре интернационалистов. В настоящий момент на бульваре ведутся работы по подготовке спортплощадки. Здесь уже появились бетонные основания, на которых в дальнейшем будут установлены тренажеры. Жители дома номер 10 по улице Парфенова уже не первый год ведут борьбу за собственную безопасность. Дело в том, что по их дворовой территории проходит народный маршрут, по которому автомобилисты предпочитают объезжать светофоры на улице Ровио. Машины ездят здесь круглые сутки, а в часы пик люди боятся выйти на улицу. Поток машин идет такой, что приходится достаточно долго стоять у своего подъезда. Приближается зима, некоторые водители совершенно не соблюдают скоростной режим, несутся, не обращают внимания ни на детей, ни на пешеходов. По документам, это дворовая территория, и сквозной проезд здесь запрещен. Правда, автолюбители об этом не знают, обозначений нет. Тем не менее, устанавливать на территории двора знак «Жилая зона». Городские власти наотрез отказываются, несмотря на многочисленные просьбы. По словам жильцов, несколько человек уже попадали здесь под колеса лихачей. Однако так, чтобы насмерть ни разу. По-видимому, в мэрии ждут прецедента. Чиновники, как языческие боги, требуют человеческих жертв. Таким мы увидели Петрозаводск сегодня. А если и вам есть что рассказать, звоните по телефону 533-232. Давайте делать новости вместе. Из Сухуми с наградой вернулась легенда карельского телевидения Светлана Пушкина. Автор программы «Открытая дверь» привезла в Карелию специальный диплом открытого фестиваля документального кино «Кунайки», который уже 8 лет подряд проходит на Северном Кавказе. О своих впечатлениях Светлана Андреевна рассказала нашему корреспонденту. Открытый фестиваль документального кино и телевизионных авторских программ Северного Кавказа «Кунаки» в этом году прошел в Сухуми, в столице республики Абхазия. Как рассказала Светлана Пушкина, как правило, география участников конкурса ограничивается южными регионами России. Телевизионщики из Карелии стали специальными гостями «Кунаков». Внимание у кавказских кинодокументалистов Светлана Андреевна представила выпуск авторской программы «Открытая дверь», посвященной возрождению храма в селе Кончезера. В итоге Примадонна карельской журналистики привезла с Кавказа специальный диплом фестиваля за уникальность проекта и подвижничество в его воплощении. Народ Абхазии очень дружный народ. Они очень болеют за свою республику. И у них все время эта тема войны, она у них все время в памяти. И когда они посмотрели наш фильм, они говорили, это как глоток чистого воздуха. В ближайших выпусках программы «Открытая дверь» вы узнаете о новых этапах реставрации Кончезерского храма, восстающей из руин святыни Русского Севера. Чтобы поскорее пришло праздничное настроение, а в воздухе побыстрее запахло мандаринами и елкой, музыкальный театр Карелии уже в ноябре приглашает на самую новогоднюю постановку – балет «Щелкунчик». Уже 14 и 15 ноября, а потом в декабре и в январе зрители смогут снова окунуться в мир счастливого детства, задуманный как реконструкция старинного имперского спектакля. «Щелкунчик» в постановке Кирилла Симонова стал лауреатом «Онежской маски» и получил звание лучшего спектакля для детей национальной премии «Орликин». Его уже посмотрели не только жители Карелии, но и Кольского полуострова, а также Финляндии. Постановка снискала горячую любовь публике всех возрастов. В этом году музыкальный театр Карелии вновь приглашает окунуться в атмосферу волшебной музыки и танца, а также новогоднего чуда. И это все новости к этому часу, но не переключайтесь, вас еще и ждет программа «Моя дача». Редактор субтитров А.Семкин